Как написать успешный сценарий? Видеозадача, где с помощью её прорешивания вы сможете понять кухню по написанию сценариев от представителей продюсерского цеха и знатоков отрасли. Ну вот, Тём, ты сам говорил про авторов, мы с тобой как бы дружим со многими авторами, и понятно, когда авторское видение, но очень часто вот у ребят и у тебя тоже живучесть проекта основана на актуальной повестке. Вот есть ли какой-то, ну то есть она же всегда ещё нуждается во времени, да, в реализации, и эта же актуальность может уйти, ну понятно, что в ситуации, когда актуальность предваряет, и человек просто снял по сценарию пандемии сериал «Эпидемия», а потом как бы наступила, точно такое тоже случается, конечно, но всё же, вот как вы сохраняете эту живучесть проекта, и как вам удаётся выйти всё-таки и остаться в теме, то есть где вот тот шаг до, который вы видите? Это ко всем, кто хочет, это не обязательно всем. Никишов сначала сказали. Спасибо, Тём. Невозможно никогда, прочитав сценарий, понять, что через 2-3 года, когда он будет реализован, а мы должны понимать, что те сценарии, которые мы читаем сейчас, самый минимум, когда они появятся на платформах или на телевидении, это 2 года. Вот этот вот шаг 2 года. И вот предсказать, что будет через 2 года, невозможно. И там, когда мы 3,5 года назад читали сценарий сериала «Эпидемия», как бы в страшном сне, никто не мог представить, что в момент выхода он станет мега актуальным. Даже когда он вышел, когда он вышел, он вышел в декабре прошлого года, появились только первые-первыхые новости из Ухани, и мы так с шутками обменивались, что вот, смотрите, как мы немножко предугадали действительность, а потом она стала реализовываться просто вот по сценарию, прям один в один. Между написанием сценария и его реализацией может пройти несколько лет. Вот, поэтому, когда ты что-то читаешь, я думаю, что согласятся со мной мои коллеги, меньше всего обращаешь внимание на то, актуально это или не актуально. Ну, по крайней мере, я точно всегда исхожу из того, что просто история, которую ты читаешь, она как бы совпадает с тобой или нет. И также, на самом деле, кто бы что ни говорил, всегда это происходит по этой модели. Вот если что-то там внутри, не важно на самом деле, насколько профессионально написан сценарий, это уже такой второй взгляд на него, когда ты уже начинаешь задумываться над его реализацией, уже там начинаешь разбирать драматургию. А первое впечатление, это всегда впечатление такое, вот как от первого разговора с человеком. Ты либо совпадаешь с ним, либо нет. И вот если ты со сценарием совпадаешь, если что-то там внутри тебя цепляет, то значит, можно дальше работать. У нас там были примеры, когда там какие-то 10-15 страниц было написано, это вообще не было никаким сценарием, но там внутри что-то было, там была жизнь. Поэтому он должен задевать чувства с первого взгляда. И в этом смысле тот совет, который я мог бы дать, если там позволите, это не читать бесконечно книжек про драматургию, не ходить на эти безумные там мастер-классы, в том числе и вот сегодняшние. А если вы хотите что-то написать, садитесь и пишите. Садитесь и пишите о том, что вас по-настоящему волнует. Только об этом. Не пытайтесь угадать, что будет завтра актуально. Там, прочитав какую-то статью в газете. Или что потенциально может понравиться зрителям. Или вот вышел там супер популярный сериал какой-то, да, Чики, и надо срочно писать про провинциальных проституток. Это так не работает. Пишите только о том, что вас волнует, что по-настоящему вас тревожит. Какая-то личная боль, проблема, просто что-то, что... О чем вы постоянно думаете. И если вы про это напишите честно, максимально, то есть очень большой шанс, что это совпадет еще с кем-то. Не нужно думать об актуальности и что-то планировать. Я еще добавлю на каменку Жене. Слушайте, да все истории, они про человека. И человек актуален всегда, пока он не вымрет. Поэтому в центре, если эта история... Вот в эпидемии она крута тем, что там есть семья. Так, в принципе, любой сериал, даже если там одни мужики заперлись в какой-нибудь камере, это все равно семья. То есть это история про людей. Поэтому вечность, она в людях, как ни странно. Нужно просто писать про вечное, про человека. Я тоже хочу пару слов сказать, по крайней мере, там по себе. То есть, по мне, это когда тебе приходит сценарий, ты его там открываешь, и ты понимаешь, как бы, если оно есть, то оно есть. Если ты сел и начал читать, и тебя это втянуло, что ты откладываешь все дела, значит, это крутой сценарий. Если ты начинаешь... Ну, я потом дочитаю, ну, как бы, еще чуть-чуть. Потом, завтра, послезавтра, значит, здесь уже нет идеи. Это, значит, плохой сценарий. И сейчас, да, в последнее время, вот как правильно Женя сказал про эту химию, что ты, ну, реально читаешь, как бы, и видишь, оно есть или его нет. И нет такого, что, ребят, ну, давайте, как бы, что-то есть, но надо, наверное, что-то додумать. Ну, по крайней мере, я говорю сейчас про себя, да. Вот ты читаешь, как бы, есть, ты понимаешь, да, там, понятно, что оно может обрастать мясом дальше, но оно есть, либо его сразу нет. Чтобы все читали, не отрываясь. Я могу только одно сказать, что все попытки наши, мои, как продюсеры, расследовать в фарватере, вычислить что-то хочет, там, платформа или канал, или кто-то, кто там, значит, готов дать деньги, заканчивались полным, невероятным провалом всегда. А предсказать заранее, что получится, никто не сможет. Ну, то есть, если я резюмировал, конечно же, вы все сейчас про движение сердцем сказали, но это, на самом деле, в любом, наверное, творческом процессе. Для постановки навыка рекомендуем письменно ответить на все вопросы видеозадачи. Есть ли потребность в гениальных сценариях сегодня? Как это призывают делать опытные герои видеозадачи? Достаточно ли их рекомендаций для понимания, как писать сценарии? Ваши варианты ответов на вопросы по видеозадаче и ссылки на успешный сценарий оставляйте в комментариях к этому видео. Рекомендуем вам посмотреть базовые видео и проработать дополнительные материалы, чтобы глубже разобраться в теме. Все ссылки будут в описании к этому видео. Благодарим за присланный фрагмент Трушинского Анатолия Игоревича и ждем ваших видео на разбор. Подписывайтесь на видеоканалы Рема и weekend.ru